А пока зрители ждали премьеры в холле кинотеатра, развернулась выставка материалов по истории гомельского футбола. Архивными кадрами и экспонатами поделились чемпион Беларуси по мини-футболу среди нефтяников Вячеслав Мишарин и спортивный журналист Сергей Вершинин. Выставку дополнили современные репортажные снимки фотокорреспондента гомельских ведомостей Анны Пащенко. За полчаса до премьеры можно было попробовать забить гол профессиональному футболисту и сделать селфи. В кинозале гостей встретила тематическая программа и чествование ветеранов гомельского футбола со знаменательной датой. Чудо! У меня нюх на это уникальны! От меня ничего не скроется! В этом доме пахнет убийство! Порадовали гомельчан премьерой в областном драмтеатре. Черная комедия по пьесе испанского драматурга Алонса Мильяна, цианисты калий с молоком или без. По сюжету молодой Энрике привозят невесту в небольшой испанский городок для встречи с родственниками. В воздухе пахнет кофе и приближающейся грозой. И странная семья замышляет что-то темное и ужасное. Испанские страсти и тонкий юмор заставят вас смеяться до слез и плакать от смеха. Спектакль поставила молодой минский режиссер Мария Матах, которая впервые работала с гомельской труппой. После вынужденного длительного перерыва в выступлениях открыл концертный сезонный гомельский симфонический оркестр под руководством Мурада Асуила. Вивальди концерт в колледже искусств имени Соколовского прошел с аншлагом, а билеты были раскуплены задолго до мероприятия. Со сцены прозвучала оборочная музыка 18 века, легендарные времена года, а также мелодичные скрипичные концерты Антонио Вивальди в исполнении солистов коллектива Сергея Германа и Ольги Дроженко. Кстати, совсем скоро любителей классической музыки ждет очередной сюрприз. В этом же зале 7 октября пройдет концерт в формате «Бетховен 5 в 1». Впервые в рамках одного вечера в трех отделениях прозвучат все пять фортепианных концертов маэстро.